Музыка Я заместитель начальника межмуниципального управления по Нуральскому городскому округу муниципальному образованию поселок Уральский, полковник полиции Леваш Сергей Владимирович хотел бы рассказать об одном из своих дедушек, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Приворучка Михаил Ефремович, родился он в 18-м году, когда на территории нашей страны полыхала гражданская война. Отца своего он не знал, потому что он сгинул гражданскую. В декабре 1939 года указом Совнаркома была введена всеобщая воинская обязанность. Был он тогда студентом техникума, но попадал по возрасту под призыв, он был призван в ряды рабочей крестьянской Красной Армии. В Великой Отечественной войне он встретил в звании сержанта, служил он во взводе управления 47-го стрелкового корпуса. Еще мальчишка, я его всегда спрашиваю, дедушка, расскажи про свой первый бой. Он долго не рассказывал, но потом я его сумел говорить, но он не рассказал. Ну что, что рассказывают? Ну вот, налетели немецкие самолеты. То есть, кто попрятался, ну, понятно, были позиции, то есть, прятались кто куда, укрываясь от вражеского бомбовометания. Самолеты улетели, начался огонь артериелии. Когда прекратился огонь артериелии, когда открыли глаза, увидели свои пушки кверху колесами и увидели немецкие танки недалеко от них. Солдаты дрогнули, побежали. Но потом командиры сумели восстановить порядок. И несколько дней, значит, вели бои. Он рассказывал о том, что попали они в окружение в июле месяце, в середине июля в Смоленском сражении. Несколько месяцев, в август, сентябрь, они пробирались в сторону фронта, пытаясь перейти линию фронта. Но в октябре, будучи раненым осколком в правый бок, значит, он со своими товарищами попал в плен живой. Он остался благодаря знанию немецкого языка, который его обучил австрийский военнопленный, который в Первую мировую попал в плен, потом остался в России. Был преподавателем. Дедушка, когда учился в техникуме, был на тягах знаний, языкам. Затем австрийцем познакомился, он научил его немецкому языку. На одном из построений, когда немцы обходили, один из немецких офицеров услышал, что дедушка, ну, по его поведению, понимает немецкую речь. Всего вызвали потом к себе. Деда взяли на кухню, то есть в обслугу, да, его еще несколько бойцов. То есть, как бы, благодаря этому там удавалось раздобыть еще чуть побольше питания, чем с товарищами делились. Ну, выжили вообще. Последнее место, откуда он был освобожден, в феврале 45-го войсками Красной Армии. Это лагерь смерти под Данцевом, где есть 100 тысяч военнопленных Красной Армии. Живых осталось при освобождении чуть больше тысячи. Мой дедушка был в числе этих тысяч. Все то, о чем я рассказал, я донес до своих детей. Я всегда помню, помню и буду помнить, о том, что мне рассказывали о том, что я, не только я, ну, я в первую очередь обязан своей жизнью и нашей, жизнью нашей страны тем, кто встретил, тем, кто воевал, в том числе и своему дедушке. Я им горжусь. Им гордятся мои дети, они знают об этом. Я думаю, будут гордиться и их дети. И мы всегда это будем. Ведь человек жив до тех пор, пока они о нем помнят. Мы будем это помнить всегда.